Добро пожаловать на канал чудесный огород. Уважаемые зрители и друзья канала, почти на каждом огороде растет этот полезный овощ как белокочанная капуста и сегодня мы поговорим о сортах и гибридах белокочанной капусты, которая радует нас урожаем. Для начинающих огородников хочется напомнить, что белокочанная капуста отличается по срокам созревания. Раннеспелая хранится недолго, но лучше всего подходит для свежих салатов и зеленых щей. Многие огородники считают, что раннеспелая капуста быстро растрескивается и подвержена к цветушности и часто пренебрегают ранними сортами. Мы на своем огороде перепробовали разные сорта и гибриды раннебелокочанной капусты и остановили свой выбор на гибриде заполярье от фирмы Русский огород. Кочаны готовы к уборке через 45 дней после высадки рассады на постоянное место. Кочан тугой до 2-2,5 килограммов, проверено устойчив к растрескиванию даже в самые дождливые периоды. Если после срезки не убирать корень, то с него можно получить дополнительный урожай. Сейчас на экране появится подсказка, как получить 2 урожая с одного корня капусты. Переходим к среднепоздним и к среднеспелым гибридам капусты, которые мы любим сажать на своем огороде. Среднепоздние и среднеранние сорта как раз подходят для квашения. Сроки созревания у сортов и гибридов среднепоздних от 120 до 140 дней. Пальму первенства отдаем гибриды Мегатонн F1. Отличный гибрид, проверенный временем, вкусный как в свежем виде, так и в заготовке. Квашеная капуста получается сочная, хрустящая и красивая. Название говорит само за себя. Кочаны выровненные до 8 килограммов. Хорошо себя показал гибрид Ринда F1. Кочаны круглые, плотные. При правильном уходе масса кочана достигает до 8 килограммов. Также гибрид Агрессор. Кочан достигает весом до 5 килограммов, хорошо сохраняется, не подвержен растрескиванию. Подходит для квашения, также для кратковременного хранения. Переходим к поздним сортам и гибридам. Хочется отметить, что поздние сорта и гибриды белокочанной капусты сразу не подходят для употребления и квашения, так как они сахар накапливают в течение хранения. Через месяца два после хранения у поздней капусты исчезает горечь и она прекрасна в любом виде. Как проверено, у поздних сортов капусты кочаны бывают очень большими, а достигают массы примерно до 4-4,5 килограммов. Нам понравился гибрид Амагер. Гибрид прекрасно хранится, кочаны не растрескиваются. Очень хорош для хранения такой сорт, как каменная голова. Капуста вкусная, у нее великолепная лёжкость. В нашем случае кочаны хранились до апреля месяца и не утратили своих вкусовых качеств. Уважаемые зрители, мы каждый дачный сезон экспериментируем, сеем новые для нас сорта и гибриды, но все же остаемся верны, выше перечислены. Еще раз хочется обратить внимание начинающих огородников на сорта и гибриды, о которых мы сегодня упомянули. Уверяю вас, при правильном уходе вы не останетесь без урожая. На сегодня все. Мы благодарим вас за внимание. Будем вам очень признательны, если вы поддержите наш проект лайками. Это позволит другим зрителям ознакомиться с информацией. Оставляйте свои отзывы, комментарии, будьте с нами на связи. Если вы не подписаны на наш канал, то подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео. А мы вам желаем замечательного настроения, крепкого здоровья вам и вашим растениям и, конечно, богатых урожаев. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока!